всем привет с вами кекс и сегодня речь пойдет о классическом рецепте от торта сникерс один рецепт тортика я уже вам давала тот рецепт идет с бисквитными коржами которые будут более сочной более пропитанный сам тортик а это классический рецепт который чисто хрустящий на сгущеночном креме то есть такое делают такой в общем любит мой папа чтоб что-то очень много там хрустело всего и он не заботится о своей фигуре а тортик я как раз делать для папы на день рождения поэтому сейчас собственно и хочу поделиться с вами рецептом этого торта в общем сам рецепт я еще оставлю внизу под видео в описании посмотрите рецепт нам для теста понадобится три желтка белки я отделяю отдельно кстати такие дурацкие яйца попались шкар лупка такая тонкая ломается и белка в них мало ну я думаю что мне белка достаточно будет вот по-моему у меня тут а в этот момент порвался еще желточек и попала капелька желтка в белок а мне надо будет с него взбивать безе вы кстати знали что шкар лупкой достать белка намного проще что-то чем ложечкой допустим и вот я туда просто аккуратненько черпнула свой желточек назад может она у меня немножечко роли сыграет что туда попадал желток но я думаю что у меня все получится и без без того чтобы переделывать обратно мне белки я обычно таким не занимаюсь в общем здесь у меня три желтка белки пока месяц отставляю холодильник потому что для взбивания безе они нам нужны в холодном виде вы видели я уже отвесила масло масса нам понадобится где-то 125 грамм и сейчас я всыпаю сахар здесь сахара нужно не так-то много нужно где-то 0 75 стакана сахара я насыпала даже немножко меньше потому что не хочу чтобы был очень приторный тортик мне так без за будет сладкая очень иначе она просто не не забьется так как нужно и добавляю еще ванильный сахар я решила воспользоваться миксером и насадка такого для теста просто вы поняли такими штучками чтобы чтобы в общем лишнего ничего не делать потому что торт у меня большой на два яруса два разных тортика поэтому чтобы меньше возиться и решила использовать так вот соединяю наш сахар с маслом можно чтобы она немножко постояла чтобы сахар потаял и потом опять перемешать и теперь я в микроволновке подтопила свое масло оно не должно быть горячим просто подтопила чтобы она у меня растаяла и хорошо соединилась с моей общей массой и тоже перемешиваю все до однородного состояния не нужно чтобы масса моя хорошо смешалась я кстати столкнулась с тем что во всех рецептах писали о том чтобы добавить майонез в тесто люди очнитесь состав майонеза вообще классического майонеза ходит что то есть желтки подсолнечное масло и горчица горчица нам в тортике совершенно не нужно желтки у нас есть в составе то есть по сути нам нужно будет добавлять просто подсолнечное масло поэтому я лично буду добавлять именно подсолнечное масло я не считаю что майонез который там солью совсем нужен у меня в тесте тем временем я в тесто сейчас добавляю пол чайной ложки соды гашеной уксусом хоть немного но погасите чтобы не было неприятно у вас запаха соды и привкуса вот потому что у нас в составе в тесте нету никаких кислот нет ни шоколада ни меда что гасит что гасит соду и вот вы видите я добавляю свои здесь нам надо буквально пол столовой ложки масла если вы хотите с майонезом не вопрос добавьте пол столовой ложки майонеза но я не думаю что это будет вкуснее чем просто добавить масло это делается для большей большего хруста теста чтобы печенье получилось вот это у нас более песочным более рыхлыми рассыпчатым поэтому добавляют немножко такого масла вообще делают просто чтобы смесь была типа растительно-сливочная но так как я в самом начале добавляла там у меня был и масло и маргарин поэтому у меня как бы так по сути смесь растительно-сливочная вот ну я еще и думаю не сыграют у меня роли эти пол ложки подсолнечного масла нам нужно будет добавить от полтора до двух стаканов муки стакан у меня под 200 грамм то есть обычные граненые стандартные стаканы начале я всыпаю один стакан перемешиваю ну мне так удобней просто и видно больше текстуру моего теста и потом уже буду по мере необходимости добавлять остальное так как я вижу что тесто мое такое прям жидкая я вижу что мне допустим пол стакана здесь будет реально мало то скорее всего я думаю что у меня уйдет прям эти два стакана ну я в общем два ну второй полный стакан наберу и буду уже смотреть по консистенции теста вначале пересею сейчас чуть больше половины потому что еще раз повторюсь что пол стакана мне точно будет мало поэтому оставлю чуть-чуть буквально хватит или не хватит ну сейчас посмотрим я смотрю что тесто такое мягкое пахнет просто сумасшедше пахнет волшебно это тесто пахнет песочным печеньем пахнет детством я не знаю ну мне очень нравится оно такое как пряжиным молоком каким-то пахнет ну очень вкусно вот я пальчиком попробую тесто мое очень мягкое я решила сюда досыпать остальную свою муку у меня тут не так много туда где-то треть стакана оставалось и я ее досыпаю то есть у меня ушло полных два стакана муки без горки без ничего полных два стакана но опять же мука у всех разная поэтому ну ориентируйтесь на себя чтобы у вас не вышло совершенно забитое тесто вам все-таки нужно чтобы она была нежным и хрустящим в конце при выходе отлично у меня справился мой миксер тесто не очень жесткое и тухое поэтому она хорошо подается миксеру вот и это даже даже не какое-то тесто для эклеров то есть она не получается жестким вот она такая рыхлая прям приятно с ним работать сейчас нам тесто нужно отправить где-то хотя бы на полчаса минут 40 точно в холодильник я беру вот так пакетиком и вышкребаю оно отлично отходит от стенок посмотрите какое блестящее и очень вкусно пахнет тесто такое прям волшебное но его нужно отправить в холодильник пускай полежит остынет оно станет немножко тверже что удобно для раскатывания будет меньше липнуть но в общем с ним будет удобнее работать мое тесто уже полежало я его буду раскатывать у меня есть вот такой вот пергамент он силиконизированный но он узкий я его покупала там для других дел но если сложить два кусочка то он мне очень часто подходит для всего я буду разделять свои коржи у меня из этих коржей будет бочечка сделанная у меня будет торт бочка с красной икрой то есть у меня будет один ярус это у меня будет красный бархат с творожным кремом на сливках и персиками и второй ярус вот этот у меня будет тортик сникерс то есть сама бочечка уже поэтому мне нужно несколько небольших круглых коржей вы должны выбрать форму по которой будете вырезать ваши коржи я вот раскатываю и пробую толщину которая меня устроит я не хочу чтобы мои коржи были очень толстые сейчас я вот взяла крышечку с под какао у меня с под ну вот я решила что мне такой формы будет абсолютно достаточно это тесто отлично вот так вот обрезается если вы можете просто тарелочкой обрезать или ножиком вокруг нее то есть режется она очень хорошо и отставляю пока не буду раскатывать уже следующий следующий у меня будет чуть-чуть побольше для того чтобы сделать бочечку мне нужно четыре коржа с безе то есть у меня будет верхний и нижний с безе как бы чуть-чуть поменьше два средних чуть-чуть побольше и один я буду делать коржик без безе пятым чтобы он как крышечка у меня был то есть ровным на которым я буду уже выравнивать и вот я прикладываю для чуть большего коржа и обрезаю где-то на сантиметр отступая от своей крышечки ножом ножом тоже превосходно режется без всяких проблем и вот обрезаю все теперь мы убираю остатки из остатков потом у меня получится довольно большой пласт потому что я журю тортик у меня как бы здесь небольшой коржи небольшие поэтому остатка у меня вышла достаточно много но как раз у меня того остатка вышло ровно столько чтобы я его на терке измельчила можно использовать конечно блендер вот кстати мои пять коржей два больших и три поменьше то есть крышечкой два верхней забыла уже что говорила а кстати вот здесь вот начинаю взбивать уже белки мои добавляю щепотку соли как я всегда это делаю взбивая безе я уже показываю как взбиваю безе на три белка нам нужен практически стакан сахара стакан сахара его нужно водить тогда когда белки уже хорошенько взбились то есть такая белая хорошая масса и потихонечку насыпайте высыпаете ваш сахар чтобы не бухнуть весь сахар сразу иначе белки могут упасть потихонечку всыпаете при этом хорошенько перемешиваете и взбивайте до растворения сахара можно конечно воспользоваться сахарной пудрой то быстрее это все будет происходить но так как еще раз повторюсь масса у меня взбивалась не очень хорошо так туда попадал белок я решила лучше пускай подольше повзбивается с сахаром вот у меня какая моя масса получилась белая гладкая бывает конечно более плотная получается вот но учитывая то что у меня туда попадал желток это отлично прям вышло у меня для безе прям я очень довольна выключая свой миксер по взбивала я буквально там пару минут но покуда у меня сахар растворился в общем и на этом я перестала взбивать вот получился у меня вот такой пике как бы есть но бывают и пожестче пике если честно то есть это не самый суперский вариант но я же не говорю что я супермен и у меня все получается всегда просто я хочу показать о том что и так получится и если у вас получится лучше я буду только за вас рада коржи тем временем я была складывала в холодильник потому что в квартире сейчас очень жарко было и выложила у меня сейчас будут печься вместе сразу четыре коржа которые у меня будут с безе вот поэтому безе я просто распределяю на эти коржи его получится достаточно много вот здесь единственный принцип без м когда вы будете распределять по всему коржу нужно отступить от коржа хотя бы сантиметр ну я вроде как бы старалась отступать но у меня все равно без и почему-то так разделилась практически вровень с моим коржом вот смотрите вот я стараюсь не доходить туда сантиметр вот а у меня все равно чуть-чуть чуть-чуть где-то и уже становится ровень потому что безе при выпечке у вас увеличится в размере и она так солидно увеличится но сантиметра полтора точно в ширину как бы поэтому они у вас могут и соединиться если у вас там допустим какие-то квадратные торты чтобы вам поменьше обрезать потом вот но так как мне в любом случае делать такой плавный переход то есть для бочки мне по-любому там много будет обрезать я не думаю что это для меня будет проблема потому что все обрезки и обратно запихнув тортик выравнивая этими обрезками поэтому без проблем вот в общем у меня уже распределено все и нужно еще сделать вот так вот ложечка кто-то делает вилочках то еще с чем-то вот такие вот пики так сказать так и быстрее ваше безе высохнет и ваш тортик будет повыше по объемнее и само безе у вас будет в тортике в разрезе как бы казаться по толще что ли вот для этого делаются вот эти вот пики теперь нам нужно будет поставить в духовку наши коржи на 30-40 минут духовка разогрета на 160 градусов до легкого бежевого цвета абсолютно до легкого такого до кремообразного такое я не знаю до цвета латте что ли чтобы наше безе стало оно подсыхает сверху пропекается тем временем и коржи внизу вот у меня вот остаток то что говорила будет печься отдельно маленькие коржи который крышечка и будет печься весь последующий остаток который у меня пойдет на картошку собственно теперь нужно уже заняться кремом крем здесь идет масляно-сгущеночный у меня здесь где-то 250 грамм сливочного масла и полкило вареной сгущенки сгущенку я покупала на развес потому что есть баночки или 480 я решила что мне очень мало не эти 20 грамм роль сыграют или уже там где-то под 600 грамм ну то есть я не нашла именно полкило мне именно нужно было полкило и я купила на развес и я ввела сейчас половину своей сгущенки она отлично соединяется с маслом единственное масло должно быть комнатной температуры и сгущенка должна быть точно такой же температуры как масло то есть вы оставляете масло со сгущенкой на равное количество времени после холодильника лежать у вас при комнатной температуре только тогда они у вас соединятся хорошо если вы начнете добавлять холодную сгущенку она у вас может расслоиться вот с маслом крем у нас масляный здесь потому что нам нужно чтобы наше безе не растаяло внутри тортика вот масляный крем как раз делает так чтобы у нас безе не растаяло вот вы видите уже отлично ввела вторую часть у нас получается такой густой красивый крем вот пахнет и риской очень вкусный и не низкокалорийный так скажем но я же еще раз повторюсь у меня папа такое очень любит поэтому собственно что не сделаешь для его дня рождения вот моя крошка которую я измельчила я ее измельчала на терке потом немножко ее можно было в блендере но я уже этим не занималась и я сейчас сюда сразу добавлю несколько ложек крема картошку которой я буду выравнивать тортик обязательно нужно сделать именно на масле сюда воды сиропа там и прочих пропиток там типа коньяков и всего остального добавлять не нужно потому что еще раз повторюсь у нас внутри тортика безе и при попадании влаги оно начнет как бы растворяться в тортике поэтому крошка у нас тоже будет и на масляном креме и я добавляю добиваюсь текстуры которой я уже смогу выравнивать торт которая будет такая довольно пластичная чтобы мне удобно было с ней работать но вы сейчас увидите о чем я говорю плюс эта масса еще пока я буду собирать тортик у нас постоит немножко откиснет и будет еще более пластичной вот что получается вы видите даже пальчиком я провожу из-за масла она вот такая гладенькая прям приятно с ней будет работать то есть на масле картошка очень хороша так начнем у меня кстати не оказалось подложки нужного размера поэтому я воспользовалась вырезала картонку обернула ее фольгой для дома мне это абсолютно подойдет и чтобы мне удобнее было распределять крем по коржам я решила сделать самодельную насадку у меня была большая такая насадка где-то она у меня делась поэтому я из обычной жестяной баночки с под энергетиком свернула и согнула сделала такую плоскую насадку степлером ее зацепила чтобы она у меня не раскручивалась и вставила в кондитерский мешок я думаю с ней конечно не будет так удобно работать как с нормальной кондитерской насадкой но за неимением ничего все равно будет удобнее чем выравнивать по безе ножом и наносить равномерно мне приходится придерживать немножко стык мешка и моей насадки но вы видите абсолютно нормально распределяется ровненько без проблем как бы одинаковым слоем везде то есть я считаю если у вас нет насадки то воспользуйтесь вот таким вот методом это подходит и для белково-заварного крема если вам нужно вокруг тортик выравнивать белково-заварным кремом то воспользуйтесь если не хотите покупать насадку у меня здесь грецкие орехи поджаренные измельченные немножко ножиком я измельчала и нашла у себя в столе вот в прошлой выпечке у меня остался миндаль но он очень мелкий но я думаю для вкуса он мне подойдет можно второй корж внизу не мазать сгущенкой но я решила намазать почему потому что может он чуть-чуть впитается туда в крем чтобы посочнее было вот ну и вы знаете я всегда нижний слой тоже всегда мажу кремом любым чтобы так лучше было пропитывалось и слегка прижимаю держится оно хорошо коржи здесь точно не разъезжаются можно кстати сделать орешками вот так вот орешки положить именно на безе вот а крем уже укладывать так как если крем с насадки то крем укладывать наверх орешков можно сделать и так вот так как у меня два вида орешков я решила попробовать и так и так и сейчас просто миндалем посыплю удобнее все таки и быстрее разносить с насадкой с кондитерского мешка крем вот и плюс то что это равномерно поэтому кто занимается тортиками и печет часто очень вам советую купить такую большую насадку которая крем если у вас конечно крем там не с фруктами внутри уже сразу идет то вам будет очень удобно в общем так собираем весь наш тортик до последнего коржа вот у меня последний коржик остался моя крышечка на крышечку я уже оставшийся свой крем высыпаю что у меня осталось вышкребаю туда все последние остатки все вкусности и накрою просто вот такой вот верхушечкой она мне позволит и хорошо выровнять свой тортик сверху и как бы тоже очень если просто было бы перевернуть с безе коржом то получилось бы у меня безе к безе а так у меня все правильно получается у меня получается и такой коржик безе и такой коржик опять поэтому чуть-чуть я придавливаю слегка у меня хрустнул коржик но он как бы не сыграет у меня роли вообще получается вот такой вот рыхлый у меня тортик слегка вообще неровный обрезать мне здесь будет солидно много обычным ножиком я вот попробовала обрезается так ну паршивенько можно конечно но обрезается все равно паршивенько лучше воспользоваться ножом для хлеба но я не режу бисквит вот я купила здоровенный такой нож и режу ним бисквит обрезается ним абсолютно отлично вот вы видите оно хорошо открошивается и остатками я заполняю все дырочки которые у меня там образовываются чтобы мне меньше ушло картошки туда на выравнивание потом и срезайте точно так как вам нужно я вырезала вот до вот такого вот состояния чтобы было похоже немножечко на мою бочку которая должна быть вот такое вот у меня получается остатки вот эти я опять вкину в картошку и буду уже с ней вместе выравнивать с картошкой это очень удобно работать вы видите абсолютно хорошо и равномерно она наносится заполняет все дырочки и выравнивает наш тортик и очень не видно что он до этого был такой прям рыхлый и никуда не годящийся вот что у меня вышло после моей картошки после выравнивания и ганашем я здесь буду выравнивать шоколадно-массиным я тоже показываю как я его делаю уже в предыдущих видео всего лишь в один слой потому что картошка у меня на масле вот и мастика у меня здесь будет шоколадно-маршмеловая поэтому она у меня нигде не подтечет не подтает за это не переживаю просто чисто для ровности я выравнила в один слой шоколада в разрезе мой тортик получился вот такой вот безе в нем не растаяло этот у меня уже тортик простоял больше где-то почти сутки он у меня простоял пока мы его ели а с вами был кекс в следующем видео покажу уже о сборке всего тортика и всего остального задавайте вопросы, ставьте пальчики вверх до новых встреч, пока-пока пока-пока